Мы все столкнулись с кризисом и в этот момент люди как раз поняли, что нужно иметь финансовую подушку и нужно иметь защиту и прежде всего желание защитить своих детей. Об этом сегодня. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. В последнее время мне поступило сразу почему-то несколько запросов на то, как инвестировать долгосрочно и как открыть, например, вклад на ребенка, потому что люди, естественно, хотят защитить своих детей от таких же явлений, которые сейчас. В будущем, которые могут произойти. Но на самом деле это довольно такой вопрос распространенный и он уже решен на самом деле в мире. Как это делается? Смотрите, ну есть такие компании, которые накопительные. Это называется, как правило, инвестиционное страхование жизни. Почему? Потому что этим занимаются, как правило, страховые компании. И управляющие компании тоже позволяют это сделать. В мире это пользуется огромнейшей популярностью. И поэтому я решил снять видео, подготовить видео на эту тему. О том, как сделать долгосрочное накопление с, ну скажем, инвестированием в индекс S&P 500. Либо есть там еще один интересный вариант инвестиций. Это Apollo Supreme. Там еще интереснее. Там сама страховая компания подбирает компании. В S&P 500 есть 500 компаний. Там 600 компаний. То есть все, что входит в S&P 500. И плюс еще. Почему страховая подбирает под себя и почему этот продукт даже лучше? Ну, я вам пытаюсь сейчас сказать. Дело в том, что страховые компании, они как раз нацелены не на, может быть, не на максимальную доходность, а на максимальную надежность прежде всего. И вот именно этим эти программы интересны. И еще один момент. Смотрите. Теория Марковица это о том, что о соотношении между, скажем, акциями и облигациями. Так вот, вот эта вот программа Apollo Supreme, она очень интересная. Она первые 7 лет там идут накопления в фонде, ориентированном в основном на акции. А потом в фонде, который ориентирован 70% на облигации. То есть вообще идеальный вариант, о котором, ну, просто все говорят. Это вот теория Нобелевского лауреата Марковица. А здесь на основе этой теории вам ни о чем не надо думать, ни о чем беспокоиться. Вы просто делаете вот такие накопления. И такие программы рассчитаны на 15 лет. Как раз очень удобно, скажем, когда у вас ребенок только-только вот, там, скажем, 5-7 лет. Через 15 лет ему будет 23. И вот оно, пожалуйста, это возможно. Поэтому вот такие варианты возможны. Я подготовлю видео на эту тему. Я думаю, что это будет в форме интервью. Я уже договорился с консультантом швейцарской консалтинговой компании Натальей Олейник. И она ответит на наши вопросы. Ну, а для этого я хочу попросить вас, напишите в комментариях, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Мне очень интересно. И тогда я подготовлю уже предметно, о чем я буду с ней разговаривать, о чем я буду у нее спрашивать. Вот такое короткое сообщение на сегодня. Все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Пишите вопросы.